Всем доброе утро! Наше утро началось с не очень приятной процедуры для Оливии. Смотрите, какой уже улов. А впереди еще бельчонка вычесывают. Так что в нашей копилке, наверное, сегодня прибавится. Сегодня у нас, кстати, 26 апреля. Вчера была актировка. И мы сегодня вам покажем фрагменты актировки. Это настоящий лисенок, а не бельчонок. Эта лисичка после зимы облезла. После каждой такой процедуры, конечно, внешний вид у себя все беднеет, беднеет. Ну а что сделаешь? Зато быстрее новое будет расти. Ну да, это надо делать. В любом случае, вычесать старое, чтобы появилось новое. Ну ничего. Одно ухо опустило. Ничего, бельчонок. Скоро оденешься. Не знали, скажи, да, мы вчера, что сегодня нас беда поджидает такая. Мы проводим актировку сегодня. Смотрим щенков. Прикус хороший. Проверяем наличие родничка либо его отсутствие. Здесь родничка нет. Дальше мы смотрим хвостик. Что залом. На залом, да. Дальше мальчиков мы проверяем на комплект яичек. Здесь тоже все хорошо. Окрас оранжево-соболинный. Если все нормально, то никаких пометок не ставится, да? Да, пометок не ставится, если щенок не отбракован, либо оставлен на переосмотр до какого-то возраста. Так как щенки с родословной, щенячьи карточки мы выдаем на всех щенков. В любом случае. В любом случае. Если это брак по окрасу, либо это какая-то проблема. Щенячку даже по браку они при желании могут поменять на родословную. Могут поменять, да. И будет просто указано, что собака не для разведения. Сейчас это родословная, обычная родословная стоит. Обмен щенячьи карточки на родословную мы отправляем также через Москву, например, она стоит от 2,5 до 3,5 тысяч. Можно, если это щенок с каким-то браком, то есть обменять, чтобы вы знали, кто родители у вашего щенка. Там, по-моему, могу ошибаться, мне кажется, в районе полутора тысяч. Для этого нужно будет обратиться в клуб. Ну, я советую это сделать примерно в 6-7 месяцев, чтобы было понятно ростовую принадлежность щенка. Сейчас мы не можем определить, ни один заводчик не может сказать 100% какой щенок будет. То есть именно померанец это будет, либо это малый будет шпиц. То есть сейчас у нас новый стандарт простовой, то есть все сверхшпицы, либо это померанский шпиц, одно и то же, идет до 24 сантиметра. Малые шпицы от 24 до 30. В щенячьей карточке указывается название породы немецкий шпиц. Можем отцеползнуть. А также зубки 6 на 6. Здесь тоже родник отсутствует, но небольшая такая ямка остаточек от родничка. То есть... То есть самим тоже желательно не лазить туда. Это очень такое хрупкое место. Ну и здесь родника тоже нет, он отсутствует. Очень. Поэтому мы так же смотрим хвостик. Можно длину еще посмотреть хвоста. Очень часто у шпицов бывает куцехвостность, но об этом даже не каждый эксперт знает. Поэтому проверяем. Если хвост не купированный в любой породу, он должен доставать до скакательного сустава. Не каждый это знает, наверное. А вот еще у шпица бывает хвостик коралечкой закручивается, да? Ну, у щенка вы сейчас не поймете, как он ляжет. Ничего страшного в этом нет. Может быть, небольшой крючок на хвосте. То есть это тоже не является заломом. Так, так, сейчас смотрим. Здесь тоже все на месте. Очень кукольный ребенок. Хороший. Все щенки контактные. Нетрусливые. Он еще поручать даже умеет. Ты можешь срочать? Да. Маленький порос, зато огрызаться должен. Это у нас под цвет. Тоже оранж-соболь, да. Это рыжулька. Рыжулька. Отсутствие полного родника. Так, зубки. Так. Кукла. Тоже хочу тебе сказать, что здесь... Тоже оранж-соболь. То есть соболи меньше, но пока мы не можем определить. Ну, шпицы-то вообще порода непредсказуемая. Насколько окрас изменит. Ну, то есть... Ну, чисто рыжий, а он все равно не будет. А когда будет ростом выдавать, могут и окрас сменить, да? Могут, да. Тогда они должны показать, ну, собачку на выставку с щенячьей карточкой. И эксперт уже определит окрас. Сейчас в описании может эксперт написать, что это будет смена окраса. То есть по-хорошему на выставку лучше сходить... Здесь, ну, еще принято смотреть вот окрас за ушами. Скорее всего, собака будет вот такого окраса по-взрослому. Спокойная девчонка. И в то же время игривый. Хороший характерный у всех. Как мы и ожидали, эксперт выявил у пивуньи брак по окрасу. Ну, мы, в принципе, этого и не скрывали. Вот. У нее будет также метрика, как и у всех щенков. Только в ней будет указано, что брак по окрасу. При желании хозяин потом также может ее поменять на родословную. Но пивуньи у нас не для разведения. Поэтому вот так. Но с документами. Вот полюбуйтесь, перетягивание каната. Белла тоже хочет поиграть с ребятами. Все рычат. Вот психует уже, что у нее конкуренция, да? Вот так вот. Кто у нас поумней остался? Это кто с собой узнал? Пивуня, скорее всего. Да, пивуня, получается, своровала веревку. А теперь братишки забирают у нее. Ох, клубочки, комочки. Я сегодня к ним легла поиграться, так они мне все костно повыдевали, что я через 5 минут уже сбежала от них. За волосы стали дергать. Ага. Так, рыжурка выбирает себе игрушку. Иногда случается, что вот лужа перед самой пеленкой, то есть щенок передними лапками зашел на пеленку и сделал свое дело. Это случается у мальчиков. Но ничего страшного, со временем они привыкнут все делать на самой пеленке. Так, смотрите. Повешала на балконе белье. Тут шарфики с висюльками. И смотрите, что делают эти. Вот малышня. Нашла себе игрушку. Сейчас чувствую, что мои шарфики полетят на пол. Вот они. Нашли себе игрушку. Вот так вот. Постирали, да мы? Ай-яй. Так, я решил понаблюдать, что там вошкаются ребятишки. Нравится на балконе играть малышам. Сейчас уже никто не боится балкона. Или не боялись. Рыжулька и малыш. Что-то расхотели они идти на балкон. Так, а эти чем занимаются? Что вы ухо делите, да? Ухо, конечно. У нас уже вечереет. В общем, актировка прошла нормально. Как мы и предполагали. Значит, трое щенков. Это рыжулька, крепыш и малыш. Прошли актировку нормально. Без замечаний. Все у них в норме. Родничков нет. Припуск нормальный. Хвостик без заломов. Яички на месте у кого положено. Ну, а пивуня у нас не для разведения. По всем вопросам, пожалуйста, не пишите здесь под видео. Отвечать не будем по поводу цен, по поводу всего. Для этого есть в описании контактные данные, по которым Маша будет всем отвечать. Конечно, желательно, чтобы вы представлялись из какого города. Вот. Чтобы у вас были действующие, живые странички, чтобы он был посмотреть на вас. Потому что нам не без разницы, в какие руки попадет щенок. Вот. А зачастую пишут с закрытых профилей. Мы не можем даже посмотреть, что за человек обращается. Может, это ребенок. Для чего вы узнаете цену. Непонятно. Спасибо большое, кто досмотрел это видео до конца. Желаю вам всего самого хорошего. Смотрите нас дальше. Кому интересна судьба наших щенков. А мы прощаемся с вами. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok